Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в танковых реалистичных боях War Thunder на советском танке Т-44-100, который находится на боевом рейтинге 7.0. И давайте сейчас глянем броню данного аппарата. И сразу стоит отметить то, что у этой 44-ки ВЛД очень прочная, то есть толщина 90 мм и под очень хорошим наклоном, то есть угол встречи снаряда с броней 28 градусов. И в итоге ВЛД у 44-ки этой уверенно держит каморные снаряды Королевского Тигра, например. НЛД, конечно, уже не под таким хорошим наклоном, то есть те же самые 90 мм, но угол встречи снаряда с броней уже 45 градусов. И как следствие в НЛД эту 44-ку могут пробивать, но как вы видите, НЛД имеет маленькую площадь. И попасть сюда довольно-таки сложно, если вы сами, конечно, НЛД не подставите, заезжая на какую-нибудь кочку, например. Башня имеет толщину тут 120 мм, тут 110 мм. И, казалось бы, тонкая башня, но вы учитываете то, что она имеет очень такую выпуклую форму. И как следствие тут-то у нас 120 мм, а вот попадание чуть выше, и вот уже 215 мм. То есть будет рикошет, то есть даже с башни 44-ки очень часто рикошеты бывают. Ну, хотя в любом случае, башня это самое уязвимое место танка Т-44-100. И это стоит иметь в виду, что в башню все-таки могут пробивать. Могут и будут пробивать, я бы даже сказал. Борта имеют толщину 75 мм. У нас еще и краны, как мы видим, 6-ти миллиметровые имеются. Также борта башни 100 мм. Корма башни 75 мм. И корма танка 45. То есть, вполне понятно, ни борт, ни корму подставлять нельзя, поскольку на данном боевом уровне данная броня в 75 мм, да и в 100 мм, понятное дело, ничего выдержать не сможет. Да и ромбовать я бы тоже и не стал. Так, вот вы станете ромбом, и вам даже в борт залетит, поскольку даже такой доворот, и толщина, как мы видим, в 157 мм, что не так уж и много. Так что, если уж встречаете противника, то лучше его строго лбом встречать, без доворота, поскольку, как я уже сказал, ВЛД в любом случае каморник и колецкого тигра держит. А, ну и да, также стоит отметить картонную крышу корпуса и картонную крышу башни. То есть, самолеты с каким-то хорошим пушечным вооружением, с бронебойными снарядами, будут уверенно данный танк в крышу пробивать. Ладненько, давайте уже перейдем к экшону на этом танке. Ну и давайте я вам сразу расскажу свои впечатления об этом аппарате. Ну и танк Т-44-100 мне, в принципе, понравился, но временами на нем играется очень тяжело прям. А в чем причина, спросите вы меня? А причина в том, что боевой рейтинг 7.0, то есть на своем БРе данная 44-ка чувствует себя очень даже хорошо, играется на ней комфортно и приятно. Но вот если она закидывает куда-нибудь на боевой рейтинг 8.0 или 7.7 против кумулятивщиков, там, конечно, уже начинается у нее страдание. Поскольку, что это значит, если мы попали против кумулятивщиков? А то, что они просто кидают нам в силуэт свой кумулятив. И очень часто это заканчивается ваншотом, ввиду очень плотной компоновки данной 44-ки. Так что против кумулятивщиков у нас брони нет вообще. И, понятное дело, когда я попадаю против танков, которые используют кумулятивы, меня это не очень радует. Но вот когда нас закидывает против танков, которые используют только каморники, ну, например, против тех же королевских тигров Кеншеля, вот против них можно играть очень даже и неплохо. Ну, ввиду того, что они нас в ВЛД не могут пробить, НЛД у нас очень маленькое и попасть туда сложно, А, от нашей башни частенько рикошетят снаряды. Ну, и мы, в свою очередь, королевского тигра Кеншеля, уверенно пробиваем в огромный лоб башни. Ну-ка. Да, отлично. Ну, стабилизатора у танка Т-44-100 нету, поэтому на ходу стрелять не самая лучшая идея, что уж говорить. Лучше. Остановился, подождал, когда раскачка закончилась, и выстрелил. Ну, в данном случае я куда-то в угол дома попал. О, сейчас он отлично встал. Я должен попасть. Ну-ка. Бадыщ! О, как отлично снаряд залетел. Ну, наши 100-мм снаряды залетают просто в башню королевского тигра Кеншеля. С доворотом, не с доворотом, пофигу. Ну-ка, в борт я ему смогу снаряд загнать? Не, слишком все-таки толстый у него борта. Ну, тогда я буду продолжать ему в башню стрелять. То есть, он и отвернул башню. Ну, какой там смысл, если мои снаряды просто берут и залетают, что с доворотом, что не с доворотом. Он еще и пожар ему устроил. Главное, чтобы сейчас никто другой не приехал и не помог ему. Ой. Типа этого. Кстати, вы могли заметить, как я сейчас затанковал снаряд королевского тигра Кеншеля. Видать, он мне куда-то в ЛД попал. А я ему всех башнеров выношу. Ну, то есть, борьба с королевскими тиграми Кеншеля на Т-44-100, как по мне, вообще никакой трудности не составляет. И какие могут быть трудности, если мы их пробиваем в огромный лобешник башни, правильно? Ну, а если говорить об орудии танка Т-44-100, то он вооружен пушкой Д-10Т. Этой же пушкой, кстати, вооружены и танки Т-54. У орудия Д-10Т нужно использовать каморники БР-412Д, которые имеют бронепробитие в 211 мм, на удалении в 500 метров. Хорошее такое бронепробитие. Также у этих снарядов очень хорошая баллистика полета. Да и заброневое тоже очень даже неплохое, поскольку каморники данные имеют 103 грамма взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Единственный минус каморников БР-412Д заключается в том, что они выкачиваемые. То есть, до них еще нужно докачаться. И некоторое время придется играть на стоковых каморниках БР-412. Ну, они, в принципе, тоже очень даже и неплохие. И имеют бронепробитие, ну, 188 мм, на удалении в 500 метров, а не 211. Чего, в принципе, тоже более чем достаточно. Ну, давайте еще кого-нибудь сейчас заберем и пойдем в следующий бой уже. Как раз королевский Тигр Хеншеля едет, который вдруг решил мне пальнуть на ходу. И попал в МТО, в моторно-транспенсионное отделение. И единственное, что он мне сделал, так это пожар устроил, который я довольно-таки быстро потушил. Теперь осталось только еще раз пробить его в башню, чтобы вынести ему всех там. Отлично. О, и меня ушатали. Приехали. Ну, а вообще-то 44100 мне понравилось куда больше Королевского Тигра Хеншеля. Ну, хотя бы потому, что у 44-ки есть очень даже неплохая подвижность и динамика разгона, плюс низкий силуэт. То есть, ее иногда бывает довольно-таки сложно заметить. И в итоге на 44-ке очень легко устраивать засады противнику и обходить противника с фланга. Хотя, понятное дело, что это далеко не на всех картах получается, поскольку на какой-нибудь карте Курск, кого вы там собираетесь объезжать в чистом поле. Ну, и также, если вы играете на Т-44100, то не стоит забывать о том, что пушка у этого танка вниз опускается всего лишь на 3 градуса. То есть, на какой-нибудь пересеченной местности вполне возможно, что будет очень некомфортно играть. Ну, тогда как на городских картах данный танк себя чувствует просто прекрасным. Ну, и также не забываем о довольно-таки сильной раскачке при прицеливании. Ну, а вообще, главный недостаток танка Т-44100 кроется, как я уже сказал, в том, что она имеет боевой рейтинг 7.0. И очень часто закидывает против кумулятивных танков, ну, у которых мы должны выцеливать какие-то уязвимые зоны, заходить им в борт и все такое. Тогда как они просто берут, нам кидают в силуэт кумулятив и ваншотят нас. То есть, понятное дело, это никакие неравные условия. И вот в таких боях 44-ка данная будет находиться в очень невыгодной ситуации. Так, вторая пантерка на меня не обращает внимания. И у меня этот фраг уводит. Ну, и ладно. Бывает и такое. Ну, и еще меня в Т-44100 радует тот факт, что этот танк не встречается со всякими Т-54, третьими ИСами, шестыми ИСами. Ввиду нахождения с ними в одной команде. Просто, когда я играл на кресском Тигре Хеншеле, у меня регулярные бои против Т-54, ИС-3, ИС-6 просто задолбать успели. Причем довольно-таки быстро. И это при том, что Королевский Тигр Хеншеле точно так же страдает от кумулятивщиков. И при этом является огромным, тяжелым, неповоротливым сараем, который, блин, не может толком никого в борт объехать. Т-44100, конечно, в этом плане намного привлекательнее выглядит. Ой. Кто это? Что это? Нет. Маневр отдаления. Так, отставить маневр отдаления. Маневр наступления. Бадыщ. Теперь снова маневр отдаления. Да, кстати, забыл упомянуть о том, что пантеры, ягд пантеры, спокойно пробиваются в ВЛД нашими каморниками, и, как следствие, являются нашими излюбленными фрагами. То есть, забираются они просто на ура. Ну, а Королевскому Тигру Хеншеле, как обычно, в лоб башни, с пробитием, с поджогом, и после этого остается только его добрать. То есть, данное, блин, попадание немногим лучше ваншота, поскольку один фиг я его добираю. Кстати говоря, на случай неприятностей у нас есть дымовые шашки, которые можно сбросить и откатиться таким образом в облако дыма. То есть, как мы видим, сейчас у меня не лучшая ситуация, меня зенитка обстреливает, еще пантера выкатилась, блин. Я такой думаю, что делать, что делать. Ну, и потом, принимая решение о выполнении маневра тактического отдаления от противника, заодно сбрасываю шашку, и начинаю таким образом откатываться. Ну, и в таком дыме, понятное дело, никто по мне не может вести огонь. Сейчас могу спокойно развернуться. Вот, еще одну шашку сбросил, и уже закатываюсь в укрытие, и ремонтируюсь, надо только отъехать подальше. Ну, и да, дымовые шашки также являются выкачиваемым модулем, и до них для начала нужно докачаться. Ну, а вообще, если подводить итог по танку Т-44-100, то данный аппарат очень даже хороший. Во-первых, у него есть очень прочная лобовая броня, которая реально может частенько его спасать. Но с учетом того, что мы регулярно попадаем против кумулятивщиков, я бы на броню особо не рассчитывал. Ну, поскольку это броня для кумулятива, это как лист картона, пробивается просто на ура. Но при этом, помимо хорошей и прочной брони ВЛД, у танка Т-44-100 есть и очень хорошая динамика разгона, и подвижность, которая позволяет нам объезжать противника в борт, и таким образом ваншотить его. И, понятное дело, мы этим и должны заниматься в первую очередь, с учетом того, что мы часто попадаем против БРа 7.7 и его 7.0. Ну, и также в плане заезда в борт противнику, нам очень помогает низкий силуэт Т-44-ки. Ну, и как следствие, то, что данный силуэт легко спрятать за какой-нибудь преградой, да так, что противник его даже не заметит. Ну, а касательно пушки Д-10Т, танка Т-44-100, тут важно учитывать то, что большинство противников на данных боевых рейтингах уже не пробиваются в ВЛД, и их нужно либо объезжать в борт, либо выцеливать у них какие-то уязвимые зоны. Ну, это, в принципе, проблема всех орудий на данном боевом рейтинге, которые стреляют исключительно каморными снарядами. Так что, если вы думаете, стоит ли вам выкачивать Т-44-100 или нет, все зависит от того, нравится ли вам геймплей, ну, которым вы объезжаете противника в борт, или не нравится. Ну, поскольку вести лобовые перестрелки с танками, которые могут использовать кумулятивы, это изначально проигрышная тактика, ибо нам придется у них выцеливать уязвимые зоны, они нас будут тупо в лоб ваншотить своими кумулятивами. Ну, вот против королевских тигров вполне себе можно вести лобовое противостояние. Ну, в любом случае, надеюсь, это видео было кому-то интересно, и всем спасибо, всем до свидания.